Премьеру обновленной Панамеры пресс-служба Порше анонсировала загодя. В сети появился официальный ролик, как лифтбэк бодро промчал по северной петле Нюрнбург-ринга, попутно установив новый рекорд для представительских автомобилей. Секрет успеха в новой версии Турбо-С. Ей досталась форсированная версия прежнего битурбомотора. С 4 литров объема немецким мотористам удалось снять больше 600 сил. С таким движком машина выстреливает до сотни за 3 секунды. На ступеньку ниже расположилось исполнение GTS, которое тоже стало пусть немного, но мощнее. А самые простые версии сохранили прежние турбомоторы 2.9. Между тем, в некоторых странах, включая Россию, у начальных модификаций под капотом стояла старая трехлитровая шестерка. Теперь ее решено отправить на пенсию. Подзаряжаемый гибрид сделался намного мощнее и быстрее, так что добился приставки S в названии. Но, как известно, за все приходится платить. Поэтому дальнобойность, несмотря на более емкую батарею, осталась практически на прежнем уровне. Улучшенная ходовая досталась всем машинам без исключения. С новыми амортизаторами Panamera обязана быть комфортнее и точнее, а с доработанным рулевым и новыми шинами крепче и лучше держаться виражей и прямой. И только дизайнеры не привнесли ничего свежего. Оформление передней части Sport Design, которое раньше было опцией, теперь стало поставляться по умолчанию. Сзади появилась тонкая полосочка, которая соединяет фонари. Это главная примета, чтобы отличить послереформенной Porsche от прежнего. В салоне изменений, считай, нет. Видимо, интерьерщики следовали безотказному принципу улучшать хорошее, только портить. Хотя электронщикам работы хватило. Как минимум, у штатной мультимедиа стало больше возможностей. Вдобавок распознавание знаков, ночное видение, ассистент смены полосы, матричные светодиодные фары, проекционный экран и адаптивный круиз-контроль стали базовым оборудованием. И вот это действительно круто. А ещё здорово, что немцы не стали растягивать процесс, разом обновив всё, что было. Рестайлинг затронул не только лифтбэк, но даже длиннобазную версию и стильный универсал. Расценки на улучшенную машину уже появились на российском сайте марки. И то, что базовая вариация подорожала на 300 тысяч рублей, едва ли расстроит поклонников этой модели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова